Чёрное зеркало Как решать те проблемы, которые там накопились, свидетелями которых мы являемся в эти дни, часы, минуты. Вместе со мной эту программу ведут известные украинские журналисты Ольга Червакова, Павел Шеремет, Сергей Высоцкий, Валерий Калныш. Здесь у нас гости, политики, общественные деятели, депутаты. Я обещал перед рекламной паузой Николаю Левченко, что он ответит. И мы не будем ему мешать, перебивать, нападать на него. Ваша точка зрения по поводу того, что нужно делать? К сожалению, в первой части программы, за исключением выступления Анатолия Гриценко, мы вообще не обсуждали, что делать с Востоком. Так вот давайте, давайте начнём обсуждать. Вам слово. Еще раз. Во-первых, мы категорически против раскола Украины. Мы за то, чтобы сохранить Украину в тех границах, в которых она была, до прихода нынешней власти, в том числе и вернуть Крым. Это первое. Второе. Как вернуть Крым, кстати, сразу вопрос. Для того, чтобы вернуть Крым, для того, чтобы... Сейчас первая задача. Как вернуть Донбасс, как вернуть Донецкую и Луганскую область. Для того, чтобы... Для того, чтобы вернуть Крым, нужно бороться, бороться. Без борьбы не будем Украина. Пан Явлев. Я же обещал, что мы не будем Николая Крым. Именно потому, что у нас такой накал страстей, именно потому, что у нас такая агрессия. Сегодняшняя первая часть программы еще больше убедила людей на юго-востоке Украины, что они не хотят жить в одной стране вот с такими вот представителями. А скажите, первая часть программы убедила или вы убедили? Теперь подождите, не перебивайте меня. Вот послушайте, что люди реагируют на ваши рассказывания. Они не хотят жить в одной стране, когда одна часть общества диктует свои условия другой части общества. С такой агрессией. Они хотят, пока мы не поймем, что есть разные мнения. Пока одна часть не перестанет упрекать другую в том, что они говорят на русском языке и любят щи и котлеты русские, не прекратится противостояние. Что мы, о чем мы говорим, что мы предлагаем? Да, мы действительно хотим все сохранить целостность Украины. Я надеюсь так. Кроме тех, кто умышленно провоцирует ее на раскол. Но для того, чтобы это сделать, сегодня нужно понять глубину причин, что произошло в Крыму и что произошло на юго-востоке и происходит. Когда мы поймем причины, честно поймем их, тогда мы поймем, как нужно действовать. И действовать явно не так, как действует Нацгвардия, батальон Днепр, который финансирует зачастные деньги. Как нужно действовать? Пока мы поймем, пока мы не поймем, что там глубокие причины. Да, там есть наверняка, есть, это все видели кадры. Какие причины? Там есть мотивированные люди, которые используют ситуацию, которые используют ситуацию в целях и в интересах, возможно, других государств. Но это проблема, которую должны решить у нас 33 тысячи, больше 33 тысячи сотрудников СБУ. Эту проблему должны решить профессионально, точечно, путем ликвидации конкретных людей, которые провоцируют. Какую проблему? Какие причины? Самая большая проблема раскола. Проблему того, что люди действительно на Донбассе пошли на этот референдум. Проблему раскола вышли очень просто. Заборонить партию регионов, заборонить коммунистов, притягнуть до ответственности банду Януковича. Пока вы не воздадите возможности, господа, я дончанин коренной. Донецк проголосовал очень большое количество. Я не берусь сейчас давать оценки весь Донецк, но очень большое количество жителей Донецкой области проголосовали за выход из состава Украины. Это трагедия, вы понимаете это? Я дончанин. Вы здесь, кроме того, что пытаетесь меня унизить, кроме того, что вы меня перебиваете, вы не даете мне возможности высказаться. Вы не даете вас... Вы не хотите слышать. Вы не хотите слышать. Вы не слышите ваших вопросов. Я не договорил то, что хотел сказать. Зачем мне слушать вопрос, мне не дадут на него ответить, Евгений. В этой программе мне не дадут ответить на этот вопрос. На референдум пришли люди, которые голосовали за то, чтобы не жить в этой стране. Наша задача, даже если 30, был референдум. Послушайте, проблема в том, что вы вы знаете, что был референдум. А его не было, потому что, по поведению Конституции, его референдум может быть принят. Референдум провела. Референдум провела. Референдум провела. Сейчас люди вокруг нас. Я не могу так говорить. Я должен, референдум провела общественная организация, которая сегодня хочет стать государством. Я безусловно не могу этот сюрреализм признать, но надо признать то, что на референдум пришли люди взволнованные и обеспокоенные. Огромная часть людей, они стояли в очередях, может быть потому что было мало участков, но они стояли в очередях и они голосовали. Проголосовало, даже по оценке Турчинова, проголосовало около 2,5 миллионов человек. Вот люди, вот они стоят. Пока мы не научимся слушать друг друга, мы должны сегодня сделать все... Послушайте людей, пожалуйста, вы хотели к людям обратиться, вот люди. Вы, депутат, значит вы должны слушать народ. Скажите, как вас спать, я киевлянца. Можно мы сейчас дончанина послушаем здесь в студии, а не киевлянца? Я из Донецка, я дончанин. А здесь дончане есть в аудитории? Вы же для людей говорите. Или вы нас не считаете ни за кого? Ну и что скажете? Говорите, что вы говорили о референдуме? О референдуме я считаю, что это не правомочный был референдум. У нас не избрана еще полностью власть. Какой может быть референдум? Это почти то же самое, что в Крыму. Мариуполя, вот девушка в Мариуполе. Это происходило в Мариуполе, в Донецке, в Роскуте. Вот из Мариуполя, из Мариуполя девушка, смотрите, вот она точно вас избирает. Это же не правду говорят. Никто под лом пистолет там не стоял. Огромные чередя стояли. По 200 метров и 300 метров. Это правда. Лично видите. Константиновка, это тоже город Константиновка. А то вы тут улюбили все. Суть в том, понимаете, суть в том, что люди действительно шли на этот референдум. И это действительно трагедия, что люди идут на это. Они хотят, чтобы их услышали. Но мы за то, чтобы... Вот я, житель Константиновки, я хочу, чтобы страна была целостная, чтобы не разрушалась наша страна, чтобы не отходила. Но беда в том, что если у людей есть в голове такие мысли, чтобы разделиться, значит, что-то происходит, значит, есть какая-то проблема, ее нужно решать. А вы сами ходили на референдум? Нет, я не ходил. А если вы за единую Украину, то почему вы знаете? Я говорю за то, что я ходил на референдум. Я говорю о том, что... Для чего вы берете сброю в руки, чтобы вас почули? Погодите, погодите. А девушка, по-моему, не говорила про то, что она собирается... Мы хотим, чтобы нас услышали. Я не знаю, детская, я за единую Украину. Молодец, а для чего берут сброю в руки? Кто? Тих, кто хочет, чтобы их услышали. Я сейчас дам рецепт, как нам решить эту трагедию. О, Оля, 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 я дам рецепт. Есть рецепт? Оль, есть рецепт, пожалуйста. Да. Мы послушаем, действительно. Я сейчас дам, если мне позволят в этой студии, рецепт, как решить эту трагедию без кровопролития. Я еще раз повторяю. Первое. Причина в том, что действительно огромное количество людей недовольны. Это надо признать. Второе. Этой нашей слабостью, тем, что не все хотят жить в таких условиях в этой стране, безусловно, пользуются иностранные государства. С разных сторон. Безусловно. Третье. На фоне того, что происходит, той дестабильной обстановки, абсолютного хаоса, который сегодня власть допустила на востоке Украины, безусловно, орудуют банды мародеров и бандитов. От которого мы же, мы же, жители Донбасса, страдаем в первую очередь. Они прикрываются политическими взглядами, при том используют исключительно силу для того, чтобы забирать у людей имущество, грабить и убивать людей. Они есть. Теперь вопрос. Как направить усилия страны, усилия власти, силовиков, чтобы отделить одного человека в маске с автоматом, которого вывело убеждение, сердце, оказывать сопротивление, протест. Кто-то пошел на референдум без оружия, как эта девочка. Кто-то взял в руки автомат или палку, надел маску, палку, как на Майдане. Надел маску и стоит там на площади, захватывает здание. Он говорит о том, что а почему на Западной Украине можно было, почему в Киеве было можно, а почему нам нельзя. Так вот, как сделать так, подожди, как сделать так, чтобы отделить одних от других? У вас есть ответ? Да, есть. Как? Как нанести точечный удар? Во-первых, нужно признать, что это не только все абсолютно сепаратисты и террористы. Надо признать, что там действительно взволновано общество. Второе. Нужно честно ответить себе на вопрос, что хотят эти люди. Эти люди хотят, чтобы русский язык был вторым государственным. Эти люди хотят, чтобы проводилась собственная, самостоятельная региональная политика. Чтобы на нас не оказывало давление радикально настроенные, правого характера, неофашистские группировки. Эти люди хотят, чтобы регионы жили честно, каждый по своим средствам и конкурировали друг с другом. Мы хотим выборность власти у себя в регионах. Мы хотим справедливой бюджетной политики. Подождите, я не могу это слушать. Я не могу слушать первую часть программы, потому что были эти пушины бои. Но я хочу закончить. Я даже пытался защищать. Вы не даете мне закончить. Но я не могу слушать первую часть программы. Не подождите, не подождите, вы помолчите одну секунду. Мы отсоединим простых людей от бандитов. У простых людей не будет никаких мотивов поддерживать боевиков. У простых людей не будет... Николай, а можно я попрошу? Режиссеры просят вас чуть-чуть назад отстать, а лучше сесть на место. У простых людей, Евгений, не будет никаких поводов поддерживать боевиков. Поддерживать тех людей, которые пользуются ситуацией. Как только мы удовлетворим требования вот этой девочки и всех нас, мы ни в коем случае не говорим о том, что мы поддерживаем бандитов. Но таким образом общественное мнение решит, что в этой стране решены все проблемы. И государство может заняться уже. Не устраивать набеги неэффективные, чрезмерно жестокие, которые ведут к случайным жертвам. А точечно действовать в отношении конкретных лиц бандитов. И государство тогда будет пользоваться поддержкой абсолютного большинства. Ну бабушки с сумками в Мариуполе под эти БТРы бросаются. Неужели вы не видите этого? Неужели непонятно, что нужно остановить неуклюжую, некорректную, чрезмерно жестокую эту операцию, которая уже провалила? Николай, а можно вопрос? Второе. Пойти немедленно на уступки абсолютного большинства, чтобы убедить их остаться в этой стране. Люди хотят выйти. Что треба сделать? Запровадить федерализацию, которая развала краину? Запровадить другую державную, российскую мову, которая знищит украинскую? Покажите мне, пожалуйста, Микола, покажи мне хоть один випадок в Украине, где людей убивают за то, что говорят в русском языке. А в Украине убивают людей за то, что они говорят украинцы. Олег Валерийович, Олег Валерийович, Олег Валерийович. Вы говорите, что он встанет, что мы в России стоим, значит, он не просто говорит, ему никто ничего не скажет, когда я на Донбассе говорю украинской, вы меня убиваете. Вот что вы хотите. Мы не только мы могли бы развалить Украину. Мы ее четыре года продували. Теперь мы ее собираемся развалить через федерализацию, через подоплощение. Отключайтесь к разговору, Сергей. У вас открытый микрорфон. Террористы в мочете в сортирах, где найдем москве? Мочите как рыб. Мы не люди, мы не люди, говорите. Теперь мы люди круглые столы. Мы не люди. Клик, клик, террористам куля в лоб. Слушайте, а вы что сидите? Ребята, можно, Игорь, можно я поговорю? Игорь Еревеев, я просто хочу подключить к разговору, там, слава богу, появились. Я, по мнению, констатирую, что Киев продолжает, официальный Киев продолжает не слышать людей. Продолжает. Вы, журналисты, вы продолжаете раскалывать общество, устраивать такие сцены, скандалы, и вы главные, одни из главных преступников, вы, по вашей имени, льется кровь. Вы раскалываете общество. Ваши сюжеты, такие ваши программы провокационные, вы умышленно это делаете. Я ухожу из этой студии. Спасибо. Наконец-то. Микрабор, откажите, пожалуйста. Игорь, погодите секунду, хорошо? Я просто хочу... Да, 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 да. Павел, Павел, подождите. Все-таки, если это все повиснет сейчас, Николай Левченко вел часто себя как негодный человек. Он не сказал нам, как он в первые дни этой войны за руку водил Павла Губарева, так называемого народного мэра или там губернатора. Он один из тех людей, который разжег эту войну. Он один из тех людей, которые... Ну вот, четыре года Донецкие правили Украиной, и оказывается, они самые несчастные люди. И это негодные люди, которые ведут страну к краху. Но в данный конкретный момент он поймал вас. Он поймал нас всех. Это не программа, это какие-то петушиные бои. Вы подумайте о людях, которые сидят сейчас в Славянске перед телевизором. Подумайте о людях, которые сидят в Донецке перед телевизором. Они в Славянску не делятся. Их убивают там, они ищут ответы на вопросы. А мы сделали так, что негодяй, мерзавец, вот этот хлыщ лощеный, выглядит весь в белом, поставил нам укрепки. Был прав, потому что мы не слышали вообще никого. А мы должны и не шоу устраивать, а мы должны людям объяснять, что делать, чтобы спасти эту страну. Вы можете, Павел? Я не могу. Я не могу. Я в растерянности. Но я и не политик, а журналист. Павел, а можно я два слова отвечу? Вернее, он хитрый. Он понял, что на втором шагу его загонят в угол. И он ушел весь в белом, этот негодяй. В белом ушел. А мы сидим... Мне так не кажется, Павел. Павел Алексеевич, Павел не болотуйся в президенты. Я болотуюсь в президенты Украины. Я хочу сказать, что треба зробить... Подожди, подожди, подожди. Вы тоже не болотите. Я хочу сказать, что треба зробить в нашей стране, чтобы был мир, чтобы был порядок, чтобы был спокойный. Двух слов сказать Юрия Луцева. Юрий Витальевич, пожалуйста. Дякую. Перед всем, я хотел бы поддержать то, что сегодня сказал, что он не прав. Мы действительно должны сейчас говорить не эмоциями, а планами нормальной страны. Что это начинается? Первое, с извинения. Я впервые перешел до Левченко и сказал, Коля, политики, научитесь... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 на русском языке. На том самом языке, который, как считал представитель партии регионов, мы хотим запретить. Постоянно используются ложь, шаблоны, постоянно определенные, знаете, как сказки, которые все время рассказывают люди. Есть известный принцип. Если пять человек скажут на белое-красное, шестой признает, что оно красное или почувствует себя сумасшедшим. Ситуация в том, что на сегодняшний день очень многие люди, которые говорят, что они говорят от имени Востока, к Востоку не имеют никакого отношения. Они не знают, как люди там живут. Люди просят, защитите нас. Я говорю, мы не можем всех защитить, мы вывозим постоянно каких-то людей, еще что-то спасаем. Мы не можем всех. Должно быть государство. Где ваше государство? Мне часто говорят, мы не любим киевскую власть. Мы тоже не любим киевскую власть. Но она тоже не нравится. Но надо разговаривать. С людьми надо разговаривать. Именно с людьми. Вы имеете в виду правый сектор? Да. Я всерьез говорю, с людьми надо разговаривать. Вы не любите нынешнюю власть? Да. А за что нам любить ее? Скажите, пожалуйста, за что? За то, что они назначили своих людей на места, продолжают продавать места? Это неправильно, нам кажется. А то, что они фактически законсервировали систему, они разрушают ее? Тоже неправильно. А то, что постепенно вернулись старые люди на места? В Кремле говорят, что именно правый сектор эту власть привел к власти. Тогда скажите, почему правый сектор на сегодняшний день преследуется господином Аваковым? Тогда скажите, почему правый сектор не представлен нигде во власти? Тогда скажите, почему вчера, когда в Ровно... А как он преследуется Аваковым? Я уже в ощущении, никто не знает, их правый сектор представляется в Украине Аваковым. Ну, начинает с заказного убийства Александра Музычка, которая рассказывает, что человек три раза выстрелил в себе в сердце, а в ноги он случайно, видимо, попал сам себе, когда ходил, убивал, неизвестно. И кончая постоянное ареста и задержание каких-то людей, кончая постоянное обвинение, еще что-то. Постоянно Гацин Евдокимов рассказывает какие-то легенды. Но не в этом дело. На сегодняшний день, вчера, последний случай, просто давайте поговорим. Вы говорите, нам нравится киевская власть? Вчера в Ровном было назначение начальника милиции. Люди вышли на улицу с протестом, порядка двух тысяч человек. Их не услышали. Начальника милиции их тихоря назначили в каком-то сарае. Скоро начальника милиции будут назначать в подвалах. Я так понимаю, что это новая практика, чтобы никто не слышал. Первое, что сделал начальник милиции Ровенской, он сразу ушел на больничный. Его не хотят люди видеть там. После этого люди перекрывают дорогу. Выходит, правильно, глава обл. администрации и говорит, это сепаратисты. Они перекрыли дорогу. Люди говорят, мы против этого начальника милиции. Это сепаратисты. Так слушайте, но на Восток то же самое может происходить. Может быть этого человека на Восток надо отправить, если он не видел сепаратистов? Я к чему говорю. На самом деле нужно убрать всего несколько вещей. Во-первых, люди, которые были во власти, должны оттуда уйти. Георгий Витальевич, вы говорите такие прекрасные вещи. Классные слова, честно. А что мешало вам, когда вы были при власти, это все сделать? Я хочу сказать, люди, которые были во власти, почему они говорят сейчас и ничего не делали раньше? Что им мешало? Борислав, если вы... Она заклеена плакатами. Гриценко, Добкин, Юля Владимировна. Лешков, разный плакат. А вы скажите, вы хоть один плакат? Вы хоть один плакат. Яроша видели? А Ярош сидит в этом... Поэтому КМИС и дает 1% поддержки Яроша. Так я... В стране до сих пор люди хотят видеть не дела, а картинку. Ярош сидит на Востоке, защищает границы Украины, решает опросы, координирует. На сегодняшний день даже силовики признали, разведка, разведка, на сегодняшний день, разведка всех силовых органов базируется на информации, полученной от правого сектора. И это признают силовики. Я считаю, что это достаточно... Мы работаем на государство. Но мы хотим еще одну вещь. Чтобы государство работало и на людей. Это пора, пора уже к этому прийти. Давайте Юрию Витальевичу дадим возможность ответить. Кстати, у меня потом будет такой же примерно вопрос к Юрию Мирошниченко. Я не думаю, что любые дискуссии сегодня должны обратиться к тому, что было вчера. Но одну фразу скажу. Если вы принимаете Министерство внутренних справ за мой период с тем, что происходило при Янукове, и что происходит сегодня, это небо и земля. Позиция вторая. Наверное, вы знаете, Бориславе, очень хорошо, откуда брали сотни бронежилетов, касок и всего необходимого для правого сектора в Дні Майдану. Поэтому, будь ласка, до меня не обратитесь с тем, что мы занимаемся пиаром. Третий. Давайте сейчас говорить действительно о вещах, которые необходимы. Необходимо 25 травня дать ответ Кремлю и 5 колонии про то, что страна выбрала своего президента, который может быть выбран уже 25-го, причем занять первое место в всех областях Украины. В том числе в Донбассе. Это будет наиболее ответ и даст наконец эту стабильность в диалоге с всем населением Украины. Еще раз повторюсь ключевую фразу. Донбасс якобы никто не слышит, только потому, что его никто не представляет сегодня. Потому что депутаты, которые выбрали в Донбассе, втратили доверие не только нас, но и собственное население Донбасса. Поэтому, с моей точки зрения, необходимо сразу после президентских выборов, которые хотел Майдан и хочет вся Украина, перезавантажить Верховную и Местную Раду. И мы должны уже в этой осени выбрать тех депутатов, которых будут слышать. Будут слышать, но не автоматом. Специальными пристроями, которые есть для депутатов, языками, проектами законов, постановками. Мы не согласились с Юрием Витальевичем. Ну действительно, он прав. Да, пожалуйста. До речи, если повернулись к тому, что сказал пан Юрий, ведь сегодня Петро Миколаевич Симоненко очень правильно сказал, что хотят коммунисты и регионы. Он четко сказал перенести выборы. Поэтому, если мы хотим защитить государство, я поддерживаю 100% Юрия, 25 числа мы должны выбраться президента и желательно в один тур. Мы получаем главную команду, что легализируем владу в виде президента. Еще одно. И не дамо три тижни на продолжение борода, ценою которого может быть откусывание черговых территорий. И самого несмерти людей. Следующий, Верховная Рада должна в ближний тиждень сняти недоторкание с Царева, с Олейника и с Калетника. Вы с чем-то не согласны, Сергей? Вы как так махнули рукой? Олег Ляшко хочет ответить Юрию Луценко одно предложение. Не, Луценко, я хочу сказать, что до того, как мают работать кандидаты. Саме потому, что я считаю, что тот, кто претендует на посаду президента, должен быть человеком действия. Майже сегодня я пребываю на Донбассе, в горячих точках. С моей участием створено, как они называют, банды Ляшка. На самом деле это спецподраздели милиции, которые борются с террористами. Хочу сообщить, что сегодня народные местники в Луганской области ликвидировали трех террористов в селе Успенка с оружием. И мы так сделаем каждый день по отношению к тем, кто носит оружием. Если влада не способна защитить мирных граждан Луганщины, Донечки, я это буду делать вместе с патриотами. Правый сектор отсутствует на Восточной Украине, в отличие от господина Ляшко, который там действует. Правый сектор хочет сказать только одно. Господа, хватит мериться чем угодно, рейтингами, возможностями, еще чем-то. Да дело, давайте объединяться. Давайте объединяться действительно. Ребята, для того, чтобы можно не искать, снимать неприкосновенность. Сарева, этого, этого, мы давным-давно обещали снять со всех. Насколько я понимаю, в стране уже диктаторского режима нет. Одним законом, очень просто. В понедельник сели на погоженной ради, во вторник проголосовали, все вам хлопают. Хлопают. Я так понимаю, что этого не будет. Это не будет, Кирилл. Не будет же, ну не будет же этого. Мы отдаем себе отчет. Они проваливают законы. Это не нужен правосердер. Придите и снимите в них недоторган. Там это... Когда мы приходим, когда мы приходим, партия регионов начинает рассказывать синхронно с господином Аваком о появлении на улице Сиева, банформирование. Так. Валер, есть что-то сказать у вас? Ну кроме того, что... Вот я о чем говорю? Вот сейчас все будут говорить о депутатской неприкосновенности. Слушайте, ну это действительно плохой тон вспоминать то, что было. Но об этом говорилось уже там последние года четыре. Ну не снимут депутатскую неприкосновенность. Ну серьезно. Снимут. Не снимут. После перезагрузки произойдет перезагрузка, перевыборы. И надо делать... Я прошу прощения, я общался с премьер-министром Эстонии Андрусом Ансипом. Удивительный человек. Сумасшедшее поддержкой населения. Часть населения считает его патриотом. И определенное количество русскоязычных населения считает его фашистом. Человек и шел на выборы, и обещал порядка что 26 пунктов. И выполнил 26. Как вы думаете, что дальше? Его перевыбрали, потому что он обещал, сделал. Так вот, следующие должны прийти. Эти не сделали, обещали, не сделали, должны уйти. Должны прийти следующие, которые не только пообещают, но и сделают. Поэтому люди, которые до этого времени столько лет, сколько, 6 созывов рассказывали сказки, должны уйти в небытие. Валерий Валерьевич, я очень прошу. Так вот, для того, чтобы у нас не было, что одни и те самые, 23 лет при владе, мы пропонуем, чтобы одна людина мала право не больше, чем двече, обираться до Верховной Ради, а не сидят только перед ногами на кладбище, и их выносит на Байкове с Верховной Ради. А я иду в президенты, а не в Раду. Ну, это потом. В Раду не идут. Я для такого принимаю, вы не идете в Верховную Раду? Нет, я не иду в Верховную Раду, бо я пропоную заборонить до Верховной Ради, обираться пенсионерам. Молодян, мариупольские девчата, которые идут до Верховной Ради, они же скажут, что их не слышат. Доткай Мариуполь, Донецк, Луган, Кривов, отбираем микрофон, и больше не давайте. Я уявляю, как спикер у парламента, с вами важко. Вот, правильно, языка сняли. Давайте, давайте, раскрутите тихо. Раскрутите. Щодо, чому треба зняти недоторканність вже на цьому тижні з тих трех депутатів? Щоб зупинити дії тих депутатів партій регионів на Сході, щоб вони знали, що будуть відповідати перед законом. Свидуючи кровь. 23 роки цій державі кожна виборча кампанія будувалась на просто стоянні Заходу і Сходу. Бездарність політиків привела до того, щоб в слабкість держави сторонній ворог використав ситуацію і спробував анексувати частину території. Ми раз і назавжди повинні на законодавчому рівні заборонити будувати виборчі кампанії на протистоянні Сходу і Заходу. Української мови, російської мови і всього, що це подібне. Тому що Україна як держава формувалася в важкий період. І в нас є території, які ментально різні. І це дуже важливе питання. Це головна задача. Це не біда, а навпаки позитив для України. Бо ми вже різними потенціалами струм тече. Не потрібно, щоб всі були однакові. Однакові дівчата не будуть подобатися. Однакові пам'ятники ми вже прийшли. Однакові будинки нікому не подобаються. Ми повинні бути різними. І від цього треба мати кайф, а не організовувати війну і потенціалі, нав'язуючи хто з нас краще, хто є. Треба спілкуватися. Взагалі, якщо ви не спілкуєтесь з іншими, ви не чуєте ні голос, ні думки, нічого. А можна я вмешаюся і попрошу всіх немного молчання? Тому що зараз багато говорилось, що треба слухати простих людей. У нас є простой чоловік, записаний на відеоплёнку, Віталій Климчук, младший сержант 95-й аеромобільной бригаді із міста Житомир. Він знаходиться в больниці. Він записав обращення к политикам і бізнесменам. Ми це вже сьогодні показували. Давайте послушаємо його ще раз. Як ти сюди потрапив? Що сталося? Доехали до дамби. Перед дамбою посадка плотная була. Там нас дуже проще сілянально розстріляли сначала. СРПГ стріляли потім разним оружіем, разним калібром. Начали горіти БТРи. Начала взорватися машина одна з боєприпасами. Много хлопців на перших секундах сразу убили. Перша очередь і взорвати СРПГ. Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Хочу обратиться к нашим чиновникам, политикам, бизнесменам. Прошу вас помочь семьям погибших. Потому что даже человека, которого я знал, Сашу, с моего подразделения, у него молодая жена беременная. Есть такие люди, у которых попростреляны и две ноги, и рука. У кого-то есть осложнение. У всех есть семьи, есть дети. То есть, чтобы сделали хоть что-то. Хотелось бы, чтобы обращение Виталия Клюмчука было услышано политиками и бизнесменами. Мы сейчас прервемся еще раз на рекламу и потом продолжим и завершим наш разговор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова